Привет! С вами снова Вадим Саныч, и на этот раз не мигающий взгляд стопудово подполья обращен в который раз к изобразительному искусству. На этот раз темой нашей беседы станет персональная выставка Бориса Лукина. Поехали! Проект Бориса Лукина «Арт-дизайн» присвячений актуальним формам синтезу штучного середовища людини та мистецтва. В цьому проекті ми можем утракнутися авторського розуміння художнього оформлення сучасного актуального інтер'єру. Мы вообще гордимся в первую очередь тем, что Борис Лукин представил у нас этот проект, проект «Арт-дизайн», который он позиционирует очень необычным образом. Он его позиционирует как абстракции, живописные абстракции для дорогих интерьеров. То есть если стоит в квартире или в доме, таком богатом диван за 10 тысяч долларов, то над ним неизменно должна висеть работа за 15 тысяч, то есть произведение искусства. И вот именно такие работы представляет Борис Лукин. Не в ценовом диапазоне имеется в виду, а в качестве живописи и вот в той цветопередаче, которую он представляет. Борис Лукин, он вне конкуренции, у него чувство цвета и вообще чувство будущности каждого полотна, которое он представляет, просто обалденное. Другого слова нельзя подобрать. Это интерактивная работа, да? Да, вот на воздушной подушке кусочек дерева, обкатанный морем. Но идея такая, это Понтевксинский, античное название Черного моря. И в этой среде есть все, что видела вода на протяжении вот этих тысячелетий. И как вот все это показать одномоментно было очень непросто. Конечно, это и невозможно, но попытка все-таки какую-то реализацию невозможности найти, она вот и была главным таким мотивом побудительным. Я себя позиционирую как художник-дизайнер, а занимаясь дизайном интерьера, чувствую, что как бы основные по сложности, по тяжести проблемы, это не трактовки архитектурной формы, не подбор мебели, света, а подбор художественных произведений. Поэтому вот выбрав такой раздел в интерьерах, как ультрасовременный интерьер, я как бы одевал в арт-объекты современные интерьеры. Соединение искусства с интерьером, в данном случае не станет ли искусство утилитарным и второстепенным по отношению к произведению искусства, я имею в виду? Я понял, да. Дело в том, что то, что мы называем искусство, это элита искусственной предметной среды. То есть точно так же, как человеку необходим диван, телевизор, торшер, точно так же ему необходимы арт-объекты в его среде обитания. Расскажите вкратце, что здесь происходит и чем вы занимаетесь в данный момент. Меня вырвали из мастерской, чтобы я изображал художника. И я как бы ожившая картина. Вот. Ну, происходит то, что я просто рисую надувщицей, и все. Вы не изображаете художника, собственно, ими являетесь? Да. Извините, как вам позируется? Отлично. Отлично, вообще супер. Не смущаетесь ни капельки? Обычное удовольствие. Нет, я уже не впервые, поэтому... Поэтому все как обычно. А видели, что получается? Да, очень красиво. Да? Отвлекало, на самом деле. За изобразительное искусство? Конечно. И за нашу жизнь, в которой мы живем. Я так понимаю, тебе вот импонирует эта работа, на фоне которой мы как раз стоим. Да, да, да. Это она. Я говорил до этого с Борисом. Он говорит, что это вид сверху, возможно, на какой-то пейзаж, на ландшафт другой планеты. Это была моя вторая ассоциация. Первейшая была. Это панцирь какой-то, возможно, черепахи или какого-то броненосца. То есть здесь, ну, видна эта структура вся. То есть это работа моя самая, самая вот на этой выставке любимая уже. Работа, которая на нее смотрит и которая на эту смотрит. Я могу сказать, что это блики, это тени, это жизнь, это цветы, это ощущения, это солнечные зайчики. Я бы так ее назвал. Вот. А Борис, он очень необычный тем, что мне нравится то, что он не навязывает свое творчество никому. То есть тут нет каких-то таких грубых мазков или каких-то там провокаций, что вот сейчас модно такое вот. Как бы это абстракция высокого уровня, высокого понимания того дела, которым он занимается. Ну и, я могу сказать, мудрость. В любом случае, поскольку нет пестроты, множество деталей, это мудрость. Это вот оно. Это оно. Цвет является не просто композицией, настроением. Здесь цвет строит сюжет. Вот именно на чувстве, на цвете строится весь сюжет. То есть не форма, видите, только именно... Вот это меня поразило здесь. Какой бы цвет ни был, является основой сюжета. Вот какой сюжет этой картины? Маленькая история. Ну, здесь, видите, уже она просто подписана город у моря. Поэтому не оставляет каких-то своего... Ну, это, конечно же, все равно тут видны дома, да, несмотря на то, что город у моря. И в любой картине Лукина дома это как замки. Как в моем видении все равно. Борис Лукин сегодня пример того, как художник должен идти по жизни, постоянно меняясь. Для чего мы живем? Каждый день, как новая жизнь. У Бори Лукина каждая серия работ – это новый взгляд на жизнь. Как бы маленькая новая жизнь. Что хуже всего? Привычка, закостенелость, штампы, которыми мы зарабатываем деньги. У Бори Лукина этого нету. Почему? Потому что он выплескивает на холст всю свою энергию духа, который находится в постоянном развитии. То есть его дух не стоит на месте. Его дух с привычками не дружит. Его дух постоянно что-то вот... Нос по ветру. Вот как меняется. 21 век идет, вот что-то происходит. Боря Лукин уже это чувствует. Вы знаете, антенны. Есть люди-антенны. Боря Лукин таков. Это человек-антенна. Здесь такое творится. Люди отвечают на вопросы вообще с такой откровенностью. И так все это... Интересно. Бори достанутся все эти ответы. И он, может быть, даже проект сделает какой-то по этим ответам. То есть глаз народа всегда очень интересен. Как бы вы получаетесь с авторами действия, которые вам предоставил Борис Лукин. Вы продолжаете его работы своими ответами. И поэтому мы вас очень благодарим за это. И сейчас будем дарить подарки. И так ты являешься счастливым обладателем приза, да? Да. Что ж ты такое сделал, чтобы получить эту работу? Проводился опрос среди посетителей выставки. Я что-то там написал спонтанное такое. И мой ответ понравился учредителям. Вот я и выиграл эту картину. Свою спонтанность не помнишь, не можешь воссоздать? Нет, она была очень такая экспромтом. Просто писал за три секунды, даже не думая. Я даже не помню, на какой вопрос я отвечал. Какой выигрышным оказался. Я помню, что у меня был номер 30. Это число оказалось для меня счастливым. То есть чистое везение? Чистое везение. Да. Такой импульсный ответ был. Работа как? Нравится? Нравится. Такое абстрактное искусство. Дома поставлю на журнальный столик. На журнальный столик? Да. Прибью над ним или положу как-то. Где-нибудь в интерьере найду этому место. Часто смотрим телевизор тоже. Реклама, я, конечно, устали от реклам. Нашу галерею, конечно, мы рекламируем не только по телевизору, не только на лайтбоксах, не только просто в жизни и между друзьями. Мы, как ты помнишь, не рекламируем. Мы объективно передаем действительность. Несомненно. Но есть кофе, запах, наркотик. К сожалению, телевизор не передает запах. В прошлый раз, если вы помните, у нас был пунш. У нас был пунш. В этой фирменной кастрюле, фирменной галереи Ауром. Тиреоцептор. Цептор еще должен нам будет заняться. Он еще не знает. Но пусть готовится. Вот сегодня будет кофе. Натуральненький, красивенький. Вот, пожалуйста, я вам дам сейчас на пробу. А ну-ка, любом, большой раз. На этой стопудово вкусной, изобразительно-кофейной ноте позвольте сказать вам до новых встреч. Оставайтесь с нами. Остерегайтесь поделок. Пока.